Я люблю говорить только о том, что знаю точно хорошо. Все-таки, что бы с нами ни происходило, ответственность мы несем сами. Появилось очень много агрессии. Люди готовы нападать друг на друга. Что говорит плохой характер? Говорит СОС, помогите, мне плохо. Я думаю, что стоит проанализировать, какие качества помогают людям так замечательно жить. Здравствуйте, Ольга Александровна. В эфире программа «Разговор с директором». В студии ведущие Анастасия и Дарья. Сегодня мы помпимся на очень важную, интересную тему. Приближается праздник защитника Отечества. Праздник всех мужчин. Все мужчины – защитники своей мамы, своей семьи, своей страны. Наша школа готовится к этому празднику очень интересно. Все мы проводим классные часы, эстафеты. Наши школьники делают самолётики с именами героев нашей страны. На ваш взгляд, что такое мужество? Вы знаете, в нашей стране есть традиционные праздники. Это 23 февраля и 8 марта. К ним можно по-разному относиться. Мужчины могут дискутировать, я служил или я не служил. Мой это праздник, не мой это праздник. Но мне кажется, если у нас есть раз в году такая дата, когда мы можем поздравить всех наших мужчин, это очень хорошо. Потому что я уверена, что любой наш ученик, любой наш родственник мужского пола, наши замечательные сотрудники, учителя-мужчины, в любой момент, если им действительно надо будет защитить то, что для них ценно, или то, у кого они любят, или свои семьи, или нашу страну, я уверена, что они все соберутся как один и смогут отдать свой долг. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших ребят, всех наших замечательных родителей, друзей нашей школы, сотрудников с этим праздником. Вы нас очень мотивируете. И мне кажется, у нас идет такой взаимный процесс. Нам важно, чтобы наши мужчины были сильные, здоровые, счастливые. И это позволяет нам быть лучше. И я уверена, что и мы наших мужчин тоже влияем на них положительно и тоже помогаем им в жизни со многими вещами справиться. А в школе лишний раз поговорить о том, кто для нас пример. Да, с одной стороны, не создай себе кумира, это неверно. Но с другой стороны, окружить себя примерами людей, которые своей жизнью доказали, что есть у них качества характера, которые помогли им быть успешными, помогли сделать что-то выдающееся, помогли войти в историю, что их многие люди вспоминают добрым словом. Я думаю, что стоит проанализировать, какие качества помогают людям так замечательно жить. И, наверное, стоит на эти качества равняться. А какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать настоящий мужественный мужчина? Подойду к вашему вопросу как педагог. Роль отца в жизни ребенка очень важна. И его личность. И не важно, если папе приходится много работать, и он не так много времени проводит с детьми. И всякое в жизни бывает. И даже если папа не живет с ребенком и по каким-то причинам, личность отца, его отношение к жизни, его поступки очень важны для формирования личности ребенка. Как же мы собственным примером, и как же любой отец собственным примером может положительно повлиять на своего сына или на дочь? Но первое, как мне кажется, не разрушать себя. Все-таки ответственно относиться к своему здоровью, потому что это очень важно — сохранить здоровье, сохранить силу, выносливость и так далее, и мужественность. Опять же, как мы говорим, ребенок будет делать зарядку и будет заниматься спортом, если он будет видеть положительный пример своего отца. Второй момент, наверное, быть ответственным. Умение нести ответственность за свой выбор и понимать, что ты сам будешь за это платить — это очень важное качество. Не обвинять весь мир. И как дети у нас иногда бывают, если они получают плохую отметку, все виноваты в этом, только не они сами. Но это не очень хороший подход в жизни. Все-таки, что бы с нами ни происходило, ответственность мы несем сами. И почаще смотрим вглубь себя все-таки. Следующий момент, наверное, когда отцы показывают, что постоянно нужно развиваться, постоянно нужно себе ставить новые цели, новые задачи, не бояться рисковать, не бояться узнавать новое и в чем-то быть новичком, читать какие-то новые книги, открывать для себя какие-то новые дела. Здорово, когда у отца есть любимое дело, хобби. Он может что-то руками делать, не знаю, выращивать деревья, чинить машину. Это же замечательно. Он может передать эти знания своему ребенку. Ну и, конечно, как мне кажется, очень важно, когда мужчина не позволяет себе выходить из себя, кричать, брызгать слюной, материть, не знаю, оскорблять. Это очень важно. Вот уметь следить за своим поведением. И, конечно, я считаю, что мужчина все-таки придерживается принципа не обидеть слабого, не соперничать с тем, кто изначально слабее тебя. Женщина, ребенок, бабушка, тот, кто у тебя физически. Все-таки, если ты вступаешь в войну или в борьбу, то вступай с равным тебе. Ну, это важно. И вы знаете, последнее такое веяние нашего времени, после пандемии в обществе появилось очень много агрессии. Люди готовы нападать друг на друга, выискивать какие-то конфликтные ситуации, хейтить друг друга, особенно в сети. И вот мне кажется, если мужчина не будет направлять свою силу и свое умение бороться на ближнего, все-таки бороться надо с врагами. Врагами внешними, врагами внутренними, а не с ближним. Ближних надо любить, быть к ним снисходительными. Если ты сильнее, то о них заботиться и их защищать. Вот так, мне кажется, вот такие какие-то важные вещи может передать отец собственным примером своему ребенку. Не так давно наш президент сказал, что наше общество испытывает дефицит милосердия. Ольга Александровна, вы с этим согласны? Да, правда. Я согласна с мнением нашего президента. Вот, знаете, мы сегодня говорили с одним учеником. очень легко любить тех, кто нам нравится. Друга своего любить. Ну, не знаю, какого-то приятного человека. Его мы с удовольствием любим, мы поможем. А вот тяжело любить того, кто нам не нравится. Какого-то, может быть, неприятного нам человека. Вот от этих людей чаще всего как-то хочется отойти, не заметить их, сделать вид. Вот в этом, наверное, проявляется милосердие. Не только хотя бы не осудить такого человека. Хотя бы. Вот начнем с малого. Я не говорю о том, чтобы сразу броситься ему помогать. Но первый шаг, чтобы у тебя в душе не зародилось к такому человеку презрение, осуждение или радость. А вот я не такой. На фоне такого человека. Я-то молодец, а он-то нет. Поэтому, я думаю, первый шаг с любовью посмотреть на этого человека, с милосердием. Штука милосердия. Милое сердце, доброе сердце. Понять, что любой человек на этой земле заслуживает милосердия, любви. И стараться вот это доброе сердце в себе сохранить. Ну, а второй же шаг, конечно, это добрые дела. Если ты можешь сделать добрые дела, даже не надо спасать весь мир, ты хотя бы помоги, во-первых, спасай себя от дурных привычек, уже хорошо, если ты можешь себя исправить. И помоги в своей семье. У тебя же тоже точно есть в семье, но условно, какой-то неприятный родственник с плохим характером. Что говорит плохой характер? Он говорит, СОС, помогите, мне плохо. Мы что делаем от плохих родственников? Мы от них ограждаемся, мы с ними не общаемся. И как надо себя перестроить, на праздник взять, этому неприятному родственнику позвонить, сказать, поздравляю тебя, может тебе помощь нужна, может тебе что-то привезти вкусненькое. То есть вот с каких-то малых дел нужно начинать и себя... Я так говорю, как будто так легко и просто. Нет, это очень тяжело, мне тоже это тяжело. У меня тоже есть ситуация, когда мне сложно себя как-то переделать, перестроить. Но надо дорогу осилить идущие, надо себя менять, надо над собой работать. И это дорога длиною всю жизнь. И вопрос от самых наших маленьких школьников. Ольга Александровна, у вас есть любимый супергерой? Так, любимый супергерой. Вот вы меня прям врасплох застали, я что-то давно не смотрела комиксов со своими детьми, наверное. Слушайте, я все-таки большой была поклонник в детстве русских народных сказок, сказок волшебных. Мне очень нравились. Сказки сейчас здорово, что снимают современные фильмы и перерабатывают, да, там, Иван Царевич, Серый Волк, вот только уже для современных детей. людей. Поэтому мне очень нравились словосочетания таких героинь, как Елена Премудрая, вот что-то такое, Василиса Прекрасная. Это были какие-то женщины, которые действительно справлялись со всеми жизненными сложностями, и в итоге они могли победить в общем злые силы. Поэтому, наверное, они для меня все-таки останутся любимыми. И вот эта русская мудрость, русский фольклор, такой пропитанный временем, нашими традициями, я, наверное, буду смотреть в эту сторону и учиться у них многому. А так супергерои, конечно, но которые точно борются со злом, спасают человечество и делают что-то хорошее, да, мне тоже очень симпатичны эти герои. Спасибо, девчонки, мне было очень приятно. Я хочу просто пояснить, что мы с вами снимаем программу с первого дубля. Понятно, что у нас такой живой, обычный разговор, поэтому спасибо, мне было очень приятно. Буду рада, если мои рассуждения кому-то покажутся полезными. Спасибо за очень интересную беседу. А я напоминаю, что с вами были Анастасия и Дарья. Спасибо, хорошего вам отдыха, до свидания. Редактор субтитров Корректор А.